Приветствую, уважаемые трейдеры, с вами я, Мария Кухта, и вы смотрите рубрику «Пульс рынка» с Марией Кухтой. В сегодняшнем обзоре мы с вами посмотрим мои предыдущие торговые рекомендации, которые вы от меня получали в прошлый понедельник, а также будут свежие торговые идеи, актуальные на текущий момент. Я напомню, что в прошлый понедельник я вам рекомендовала работать на укрепление индекса доллара и на покупку по валютным парам доллар-иена, доллар-франк, а также на продажу золота. Чуть позже посмотрим, как замечательно отработались мои прошлые торговые рекомендации, но прежде давайте начнем со свежих торговых идей, актуальных. И сегодня у нас под прицелом криптовалютный рынок, друзья. По криптовалютному рынку у нас сформировались замечательные торговые паттерны на покупку, поэтому основной акцент сегодня будет на крипту. И хочу начать с Ripple. Ripple – это тот инструмент, который на текущий момент показывает хорошую торговую позицию на покупку, хорошее формирование торгового паттерна на покупку. То есть коррекцию вниз, которая у нас прошла с конца января и по 13 февраля, у нас коррекция уже закончилась. Мы показали окончание коррекции лонговым перекрытием, которое у нас прошло 14-15 февраля. После этого подтверждение этого импульсного движения наверх, то есть подтверждение перекрытия. Два дня отката с накоплением мы откатили до зоны поддержки 0,3840, удержали эту откатную зону. Реакция наверх, которая у нас прошла в пятницу, и сейчас у нас уже формируется хорошая торговая картинка для открытия покупок. То есть основная идея по Ripple – работаем на покупки выше поддержки 0,3840, либо с текущих, либо еще, возможно, какая-то у нас коррекция будет, какие-то откатные дневочки еще локальные будут в рамках вот этого движения наверх, которое мы с вами видели 17 февраля. Но, тем не менее, паттерн лонговый себя уже нарисовал. То есть, в принципе, из текущих можно работать на покупку с целью на пробитие сопротивления следующего 0,4190 и с целью на обновление максимумов, которые мы с вами видели в месяце января. Поэтому открываем лонги по Ripple и работаем на покупку в сторону тенденции, которая у нас прошла защитная, уже начиная с января месяца. Вот это лонговое движение – это свежая защита трендовая, свежая защита импульсная, вот здесь тоже присутствовала, и локальные перекрывающие импульсное движение наверх нарисовали. Дочь Коин – следующий инструмент, который я вам рекомендую торговать. Дочь Коин предлагаю торговать на покупку, друзья. То же самое, как и по Ripple. Мы остановили свое коррекционное снижение в районе 0,08. Здесь поборолись за этот уровень поддержки, показали реакцию наверх, то есть перекрытие локальное. Нарисовали подтверждение этого перекрытия в виде двух дневок набора позиций, и двух дневок консолидации, выше локальной ценовой зоны поддержки 0,08.45. Реакция последующая наверх, и уже с текущих, я думаю, что Дочь Коин у нас готов к России и обновлять текущие максимумы, которые мы с вами видели в начале февраля, потому что хороший уже торговый паттерн. Локальный нарисовался. Хорошее накопление позиций, если посмотреть более глобально, то есть у нас пошла такая лонговая тенденция, фактически можно уже сказать, среднесрочная тенденция, которая началась в начале января, закончилась в принципе в начале февраля, месяц уверенного роста, месяц уверенной тенденции, после этого движение вниз, которое уже на текущий момент можно определить как коррекционное движение, потому что перекрытие лонговое, подтверждение перекрытия, то есть вот это движение вниз уже никакой информативности нам не несет, кроме как коррекционной. И таким образом открываем покупки выше поддержки 0,08.45 с целью на пробитие сопротивления локального 0,09.30, это уровень, с которого мы обновили локальные минимумы, то есть показали локальные лаи, и с целью на обновление максимумов, которые мы с вами видели 4 февраля. И еще одна торговая рекомендация для вас, это Solana, друзья. Предлагаю открывать покупки по данному криптовалютному инструменту выше поддержки локальной 22.10 и выше поддержки ключевой 20.6. Здесь у нас уровень откатный, который подтвердился, то есть здесь мы остановили свое коррекционное снижение, нарисовали лонговое перекрытие локальное, подтвердили это перекрытие, подтвердили поджатие цены наверх на дневном таймфрейме, как вы видите, дневочка 17 февраля у нас закрылась довольно таким сильным выкупом, то есть перекрыли вот это снижение, которое мы с вами видели, коррекционное 16 февраля, поджатие наверх присутствует, это значит, что Solana у нас готова дальше двигаться на север, с целью на обновление консолидационного уровня сопротивления 25.8, и с целью на обновление максимумов, которые мы с вами видели в месяце января по данному криптовалютному инструменту, поэтому работаем на покупку по криптовалютам, замечательные торговые паттерны здесь у нас нарисовались, а теперь давайте перейдем к моим прошлым торговым идеям, посмотрим текущую ситуацию по этим инструментам, начнем с золота, друзья, как я уже сказала, в прошлый понедельник вы от меня получили торговую рекомендацию на продажу по золоту, то есть я напомню, что я рекомендовала открывать шарты по золоту от откатного локального уровня сопротивления максимума пятницы 10 февраля, 18.72 уровень ценового сопротивления, ниже ключевого откатного сопротивления 18.80 после шартового перекрытия, то есть пролива вниз, которые у нас прошли 2 и 3 февраля. Смотрите, замечательная консолидация позиций, несмотря на то, что мы здесь торговались на минимуме шартового импульса, удержание откатной зоны, перекрытие дополнительно 2 локальное, откатный уровень после этого перекрытия и шикарная просто отработка в шорт по золоту. То есть кто шартил по моей торговой рекомендации, часть позиций, друзья, фиксируем, поскольку уже замечательно мы себе отработали, стоп-лосс можно переводить в безубыток и дальнейшие снижения ожидаем, но тем не менее уже краткосрочно, паттерн себя замечательно отработал. Дальше давайте посмотрим. Дикси и индекс доллара. Смотрите, индекс доллара я вам рекомендовала работать на покупку по индексу доллара от консолидации. Замечательно. Локальные выше поддержки в районе 103 после импульсного перекрывающего лонгового движения, которое мы с вами видели 2, 3 и 6 февраля. Защита перекрывающая, подтверждение этой защиты, контртрендовая сделка, но тем не менее шикарная просто отработка, пятница у нас показала новый максимум по индексу доллара. Смотрите, замечательно, мы выросли выше штанового уровня поддержки, то есть в принципе паттерн уже себе локально отработал. Что будет дальше? Посмотрим по факту. Пока на текущую торговую неделю никаких торговых рекомендаций от меня по валютному рынку не будет, потому что пока рынок в таком, скажем, подвешенном состоянии, нужно, чтобы сформировал какие-то моменты, которые будут либо подтверждать движения, которые мы с вами видели на прошлой неделе, либо наоборот перекрывать их в сторону своих тенденций. То есть в принципе контртренд, себя замечательно торговые идеи отработали. Текущая картина пока будет не рынка, если будет какая-то хорошая торговая ситуация по валютному рынку. Следите за моими обзорами на моем YouTube-канале «Мария Кухта Трейдер». Кто еще не подписался, можете подписаться. Я регулярно публикую видео с актуальными торговыми рекомендациями по основным финансовым инструментам. Кстати, на прошлой неделе в четверг мои подписчики получили от меня еще две замечательные торговые рекомендации на покупку USDCAD и на продажу нефтимарки Brent. То есть все идеи, друзья, есть не постфакту на моем YouTube-канале «Мария Кухта Трейдер». Кому интересно, можете посмотреть. Вот торговые идеи «нефть плюс Brent плюс Форекс». То есть два дня назад, в четверг, от меня получили мои подписчики и хорошо заработали на моих торговых идеях. Поэтому Dixie, если рассматривать секущую картинку, замечательно уже себя отработал в лонг от торгового паттерна. Сейчас мы пока находимся в таком движении лонговом. Тем не менее, пока я буду вне рынка и буду ждать хороших, понятных торговых ситуаций для дальнейшей возможности, а для открытия следующих торговых позиций. Доллар-иена тоже инструмент, который я вам рекомендовала открывать на покупку в прошлый понедельник на обзоре для Аммаркет. Смотрите, перекрытие лонговое здесь у нас нарисовали 3-6 февраля, после чего подтвердили актуальность этого перекрытия. То есть у нас здесь сформировалась замечательная торговая картинка. Если вам интересно, почему я открывал лонги, посмотрите мое прошлое видео, которое вышло на Аммаркет в прошлом понедельнике. Я довольно подробно объясняла причины покупок по доллар-иене, поэтому замечательный паттерн себя отработал, друзья. Здесь уже с открытия понедельника, впрочем, как и золото, доллар-иена показала новый максимум локальный и продолжила свой рост. И очередной максимум в пятницу мы с вами увидели по данной валютной паре. Мы среагировали на поддержку откатную 130,5. Здесь консолидация позиции выше данного уровня поддержки произошла. Хорошее подтверждение, которое мы с вами увидели в пятницу, 10 февраля, с удержанием поддержки, с хорошей реакцией наверх. Поэтому уже с понедельника замечательные импульсы наверх по доллар-иене у нас произошли. Кто торговал по моей торговой рекомендации на покупку по данной валютной паре, обязательно фиксируем часть позиций, стоп-лосс переводим без убыток, и дальше будем сопровождать нашу стрелочку. И доллар-франк, давайте посмотрим тоже торговую рекомендацию от меня, которую вы получали в прошлый понедельник. Друзья, доллар-франк, несмотря на то, что немножечко более длительную консолидацию позиций, сформировал выше откатного уровня поддержки 0,92, но тем не менее пятница на прошлой неделе, пятница 17 февраля, показала хорошее закономерное движение наверх. То есть, в принципе, ту ценовую зону, которую я называла в обзоре, в районе 0,9330-0,9340 мы достигли. Здесь я своим подписчикам в закрытом телеграм-канале зафиксировала 50% позиций, поскольку хорошо мы себя уже отработали локально. Как вы видите, пятница немножечко сжала вниз дневку, то есть задавили дневочку пятницы. Пока вне рынка по данному инструменту, пока непонятная картинка. То есть, если будет еще одна реакция наверх, возможно, дальше будем уходить в сторону вот этого поджатия выше поддержки. Но если будет шартовое перекрытие с подтверждением, дальше будем уходить в сторону шартовой тенденции, которая у нас присутствует среднесрочно по данной валютной паре. Поэтому пока ситуация не торговая, пока основной акцент ставлю на криптовалютный рынок. В принципе, свои мнения по крипте я уже озвучила и свои торговые идеи озвучила сегодня в начале обзора. Поэтому, друзья, вот если смотреть доллар-франк, несмотря на то, что здесь мы локально вынесли короткие стопы, тем не менее нарисовали лонговые перекрытия с реакцией высшей поддержки 0.91.90, закреплением выше 14 февраля у нас закрылась поджатиям локальным наверх. Своим подписчикам в открытом телеграм-канале я также сделала апдейт о том, что у нас доллар-франк продолжает смотреться на покупку, и замечательно покупка себя отработала. Поэтому, друзья, кому интересно, подписывайтесь на мой открытый телеграм-канал «Мария Кухта Трейдер». Если желаете получать от меня больше торговых рекомендаций, подписывайтесь на мои торговые рекомендации. Канал торговых сигналов в телеграме закрытый, где я отдаю хорошие торговые идеи по основным финансовым инструментам. Я напомню, что я анализирую как валютный рынок, так и криптовалютный рынок, так и фондовый рынок, фондовые индексы. То есть различные рынки анализирую. На самом деле паттерны себя замечательно отрабатывают на разных рынках. Замечательная отработка происходит. Кто смотрит мои обзоры, вы уже успели заметить, что я не только валютный рынок анализирую, также и фондовые индексы, также и криптовалютный рынок, и фондовый рынок анализирую, металлы. Поэтому видите, как замечательно отрабатываются мои торговые идеи. Поэтому, друзья, еще раз напомню о том, что кто не подписался на мой YouTube-канал, подписывайтесь, будете получать хорошие торговые рекомендации от меня регулярно. Мария Кухтотрейдер YouTube-канал. Поэтому, если еще не подписались, обязательно подписывайтесь. А также хочу сказать, что в своем закрытом канале с подписчиком я рекомендовала, кроме этих инструментов, торговать еще продажу евро-доллара. На прошлой неделе торговый сигнал на продажу по евро подписчики получали. Вот здесь у нас была реакция на зеркале уровень сопротивления 1.07.80. В моменте перекрытия на часовом таймфрейме и хорошая шартовая такая импульсная реакция позволила открыть продажи по евро. Мы уже часть позиций зафиксировали, стоп-лосс привели в безубыток, поскольку локально паттерн себя уже замечательно отработал на снижение. А также мои подписчики получили от меня в закрытом канале две торговые идеи. На продажу индекса S&P 500 и на продажу фондового индекса Dow Jones, друзья. Вот тут тоже уже частично мы себе зафиксировали свои торговые позиции. Частично мы уже отработали шарты. То есть что будет дальше? Пока не рискну определить рынок, потому что на самом деле очень сложная ситуация сейчас по рынку как валютному, так и по фондовым индексам, потому что есть у нас тренды все-таки. И вот эти контртрендовые движения для того, чтобы торговать контртренд, нужны хорошие подтверждающие моменты. В любой момент рынок может уйти по трендам. Локально мы себя уже отработали, еще раз отмечу. То есть те торговые идеи, которые вы получали от меня на прошлой неделе для торговли контртренд, они уже себя отработали, паттерны уже себя отработали. Что будет дальше? Рынок покажет. Возможно, понедельник, вторник более четкую картинку, более ясную картинку нарисует по инструментам. Я запишу обзор, опубликую на своем YouTube-канале Мария Кухта Трейдер. И если подпишетесь, пусть знать актуальную информацию от меня по валютному рынку, по фондовым индексам и по другим инструментам. Ну что ж, друзья, у меня на сегодня все. Если вам понравился сегодняшний обзор, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, еще раз напомню, Мария Кухта Трейдер. Подписывайтесь на мой открытый телеграм-канал Мария Кухта Трейдер. Также жду от вас вопросов, возможно, по инструментам, которые вы торгуете. Вы можете все это написать в комментариях под видео. Пишите, какие инструменты вы бы хотели, чтобы я рассмотрела. И в следующем обзоре обязательно посмотрю. Также жду от вас реакций, лайков и фидбэка. Всем хорошего дня, прибыльной торговли и до новых встреч!